Благодарю Оксану. А вообще встреча наша, живая встреча, это была, вообще это была сказка, это было волшебство. Я сто лет не была в отпуске, а тут у меня такое ощущение, что вроде бы я отдохнула, но в то же время я очень много узнала и, в общем, эмоций очень много. Я сходила к психологам, сходила на разные тренинги, ну чтобы, ну то есть, всё было в жизни нормально, но не было радости, не было вот, ничего не радовало, ничего не, вот как-то вообще непонятно, для чего я живу. То есть раньше у меня были какие-то цели, стремления, а сейчас вот даже вроде бы дети выросли, я внуков хочу, а может быть и не хочу, вообще не знала, что я хочу. И ещё и вот эта вот пандемия, нас посадили дома, то есть я перестала вообще общаться с людьми вокруг, только дом, семья, сестра с детьми и всё. И какая-то такая безысходность. Пройдя тренинги онлайн, я поняла, что каждый этап он что-то даёт. На первом этапе вообще только начинаешь пробуждаться, просыпаться. Первое, что у меня изменилось, это время. Я стала меньше спать, иногда 2-3 часа в день, и мне хватает, и целый день я бодрая, полно энергии, на всё хватает. Мир стал ярче, почему-то небо голубое такое красивое стало, всё ожило, ну и я тоже ожила. Я могу вот конкретно и назвать примеры, что конкретно поменялось. Вот, например, время хватает на всё, что мне хочется. Я автоматически переключаюсь с одних эмоций на другие, не задерживаюсь, могу отдохнуть, расслабиться. Через полчаса я включаю компьютер, пока компьютер включился, я уже настроилась на работу, и я работаю. Компьютер выключила, пока он выключается. Следующий этап, я уже отдыхаю. Ну, то есть, нету зацикленных, как у детей. Я думала, что это, ну, этому надо учиться, этому надо... А тут это произошло вот так вот, раз, фу, и вдруг произошло, и теперь оно автоматически. Отношения с детьми. Мои дети уже выросли, в принципе, у меня с ними неплохие отношения, но у меня со мной вместе живут племяшки, они маленькие, и я по-другому просто взглянула на маленьких детей. Они такие уже самостоятельные личности, у них много чему можно научиться. Вообще на них смотришь и удивляешься. Да, вот когда у нас начался этап бизнес, деньги и социум, я получила повышение по службе. То есть, мне неожиданно пришло письмо от начальства. Я даже не думала. Вообще, я уже давно забыла о том, что я работаю временно. А тут мне приходит письмо, что меня переводят на постоянную и с повышением должности. Продолжение следует...